Всем привет! Осень это самая лучшая пора, чтобы позаботиться о ремонтантной малине. И сегодня я расскажу, как сделать, чтобы малина в следующем году порадовалась щедрым урожаем. Наши постоянные зрители давно знают, что я люблю ремонтантную малину. И у меня на участке ее растет целых 7 соток. Есть различные сорта. Это зюгана, химбатоп, мапема, энросадира, самохвал, похвалинка и жаклин. Все эти сорта достойны и урожайные. Но чтобы получать хорошие урожаи, за ремонтантной малиной нужно очень хорошо ухаживать. Ведь без должного ухода эта ягодная культура не даст хороших и ранних урожая. Поэтому в осенний период нужно особое внимание уделить малине. Значит, что нужно сделать в первую очередь? А в первую очередь нужно выполнить обрезку. Есть два способа обрезки. Первый способ. Мы удаляем всю надземную часть у ремонтантной малины. И вместе со срезанными стеблями мы выносим с участка, с огорода различные заболевания, различные вредители, например, ту же малинную галицу, которая может повреждать стебли, различные фитопатогены, которые на листьях, на стеблях накопились. Все это мы убираем с участка, вносим в какие-то кучи и сжигаем. Получается отличный азолак, кстати. Второй способ. Подходит для тех, у кого на участках растет только лишь ремонтантная малина, а ягоду хочется собирать и летом. В этом случае вся надземная часть не удаляется. Побеги удаляются чуть ниже половины. Оставляется примерно одна треть от побегов. Значит, пеньки примерно высотой полметра, может быть, сантиметров 70, если какая-то малина высокорослая, вот эти пеньки оставляются. И затем летом вот на этих пеньках, на невысоких, формируется урожай. Вырастает вкусная ароматная ягода. А к осени урожай появляется на побегах текущего года, на однолетних побегах, которые сформировались начиная с весны. В этом случае они не отнимают много сил и питания у куста. И сил хватает на формирование, по сути, двух урожаев. Если же малину ремонтантную не обрезать совсем, оставлять и побеги текущего года, которые выросли за лето, и побеги прошлого года, одревесневшие, оставлять, то в этом случае малине может не хватить сил и питания, чтобы сформировать два урожая. И второй урожай, как правило, может не успеть созреть до наступления холодов. Значит, что еще скажу? Что и в том, и в другом случае ремонтантную малину нужно обильно подкармливать. И основная все же подкормка идет именно в осенний период. После того, как мы малину обрезали, обязательно нужно все замульчировать перепревшим компостом. Ведь компост – это основа плодородия почвы. В компосте содержатся многие полезные бактерии, грибы, различные другие микроорганизмы, которые помогают в питании нашей малины, а также улучшают плодородие почвы. Кроме того, компост служит отличным утеплением для корневой системы, потому что случаются бесснежные морозные зимы, и почва может глубоко подмерзать, и корневая малина может пострадать. А компост этому препятствует, утепляет грядку, и малина в следующем году хорошо развивается. Кроме того, компост обычно такой темного цвета. И весной на таких местах почва очень быстро прогревается, и малина активно начинает наращивать вегетативную массу. И чем раньше малина нарастит вегетативную массу, тронется в рост, тем, соответственно, будет раньше урожай. А в наших условиях это очень важно, чтобы ягода успевала созревать до наступления зимы. Ремонтантная малина – это та культура, которую можно выращивать без каких-либо обработок. Не нужно ее обрабатывать химикатами ни от болезней, ни от вредителей. Она может расти спокойно, без каких-либо дополнительных обработок. Но весь секрет, опять же, в компосте. А сейчас скажу, какой. Значит, компост у меня необычный. Компост весь сезон, ну, несколько раз за сезон, раза три я проливаю раствором триходермы. И вот этот почвенный гриб начинает работать в компостной куче, перерабатывает различные растительные остатки и уничтожает возможные фитопатогены. Затем осенью я беру тот компост и эмульчирую щедро посадки малины. Этот же компост я, кстати, и на огород разношу. И таким образом я делаю экономию на биопрепаратах. По сути, несколько раз за сезон пролил компостную кучу, а затем вот этот компост триходермы разнес по всему огороду. И у меня получается и малина, и различные овощные культуры на грядках защищены от заболеваний. А также триходерма улучшает плодородие почвы. Какие-то растительные остатки где остались, вот, например, у малины опавшие листочки какие-то, вот здесь у меня мульча из соломы. Тиходерма все это переработает. Никакую мульчу, кстати, убирать не надо. Вот если у меня была малина замульчирована соломой, то компост я сыплю поверх соломы. И все. Тиходерма все это переработает. И малина получит, опять же, дополнительное питание. Теперь о сроках обрезки. Малину лишь бы в какое время резать нельзя. Малину нужно обрезать, когда ударят сильные морозы. И все питательные вещества из листьев и стеблей поступят к корням. В этом случае, в следующем году, малина будет лучше развиваться. Поэтому не спешите с обрезкой, выполняйте в самые поздние сроки, когда уже ударят хорошие морозы. Но перед морозами иногда на отдельных веточках, посмотрите, это сорт дзюгана, остаются вот такие недозревшие ягодки. И на следующую ночь у нас обещают до минус трех мороза. Поэтому эти ягоды наверняка померзут. Уже на ничем их не спасешь. Хочется немножко продлить период плодовношения малины, чтобы еще ягодку свежую покушать, детей порадовать. Поэтому как можно сохранить вот эту ягоду? Смотрите, есть веточка с недозревшими ягодами. Вот такого розового цвета уже ягодки наливаются и скоро будут зреть. Поэтому ветку просто срезайте секатором, вот так. Немножко подстригаем листочки. И эту ветку ставим в вазу с водой. И ягоды, которые были недозревшими, вот такого розового цвета, они за несколько дней дозревают в помещении. И их можно сорвать и скушать. Обычно такой легкий способ. Ну, конечно, всю малину я так не срежу. Но пару веников таких нарежу и поставлю в ведра с водой, может какие-то в банки дома. И у меня будет еще свежая ягода неделю, может и две. А теперь я отвечу на вопросы наших зрителей про уход за малиной. Итак, вопрос номер один. Зачем срезать побеги текущего года, если они дадут урожай летом следующего? Объясню почему. Потому что это ремонтантные сорта. И ремонтантные сорта в наших условиях лучше выращивать на второй урожай, на осенний урожай. Потому что, во-первых, этот урожай выше, ягода более плотная, более транспортабельная. И никогда ягода не бывает червивой. Ведь в этот период нет лета малинного жука, который откладывает личинки в ягоды, и черви затем эту ягоду повреждают. Поэтому ремонтантную малину и обрезают на зиму под корень, удаляют всю надземную часть. Иная обрезка, конечно же, у летней малины. В этом случае удаляют старые побеги, прошлогодние, а новые побеги текущего года оставляют. И эти побеги дают урожай летом. А у ремонтантной малины так не получится. Нужно выбирать либо летний урожай, либо осенний урожай. Итак, второй вопрос. Если обрезать поздно осенью, к примеру, в ноябре, корни не замерзнут, так как мешают побеги, чтобы замульчировать, к примеру, перегноем. Как быть? Не стоит волноваться, корни у вас не замерзнут. Можете обрезать малину в самые поздние сроки, даже тогда, когда землю уже прихватит морозом. В этом ничего страшного нет. Удаляйте полностью побеги и берите компост с компостной кучей и засыпайте малину слоем сантиметров 7, а можете и 10. Чем больше, тем лучше. Малина очень любит органику. Поэтому даже когда холодно, даже когда морозы, компостную кучу в этот период еще можно разворачивать. Компостная куча так быстро не промерзает. Даже в начале декабря, а иногда и к середине декабря, я иногда разношу компост по посадкам малины. И все нормально получается. Итак, третий вопрос. Подскажите, пожалуйста, как лучше подвязывать малину? Может, есть какие-то методы? Значит, малину можно подвязывать по-разному. И все зависит от сорта. Например, за мной это сорт зюгана. Побеги у этого сорта очень толстые, мощные. И, в принципе, этот сорт можно выращивать совсем без подвязки. Они, конечно, будут эти подбеги под нагрузкой урожаем клониться. Неудобно урожай собирать. Но, в принципе, можно и без подвязки. Они могут это выдержать. Но есть сорта, которые под нагрузкой урожаем попросту ложатся. Например, сорт химбатоп. Его можно выращивать только на шпалере. Потому что побеги тонкие. И нагрузка урожаем просто колоссальная. Поэтому ставим шпалеру и подвязываем. Можно вкопать столбы. И затем прибить какие-то ограждения, бруски деревянные. И подвязать малину. Можно проще. Например, у меня малины очень много. И чтобы накопать вот этих столбов, перекладин, ну, это отнимет много времени. Я делаю проще. Вбиваю вдоль рядов колья. И затем шпагатом подвязываю малину. И вот так она у меня растет до самой осени. Затем осенью шпагаты все эти убираю. Вырываю колья и срезаю всю надземную часть малины. И так каждый год повторяю. Просто летом вбиваю колышки. И еще один вопрос. Он необычный, кстати. Подскажите, посадила два кустика разных сортов ремонтантной малины весной 2021 года. И вот уже второй сезон она не врастает больше, чем на 30 сантиметров. Что не так? Значит, причины могут быть разными. Во-первых, это недостаток питания. Малина очень требовательна культура к питанию. Если она не получает в достатке основные элементы питания, микроэлементы, то ее рост будет незначительным. Особенно требовательна малина к органическим удобрениям, к наличию азота в почве для активного роста. Поэтому подкармливайте малину органическими удобрениями в первую очередь. Это компост, это перепревший навоз, это может быть куриный помет. Что у вас есть под рукой, то и используйтесь. Вторая причина может быть недостаток влаги. Если малина у вас растет где-то на возвышенности, там где песок, не хватает и влаги, то, конечно, она будет расти низкая, маленькая, плохо развиваться. Поэтому, если у вас такая ситуация, конечно же, обеспечьте нормальный полив. Поливайте малину примерно раз в 4-5 дней. Затем еще один вариант. Очень часто дачники высаживают новые сорта малины там, где ранее уже росла малина, старые сорта. И в таких местах почва уже обедненная, истощенная. И малина, сколько ее не подкармливай, расти там не будет. Малина на одном месте растет нормально 8-10 лет. Затем эту культуру нужно пересаживать на новое место. Потому что малина угнетает сама себя, угнетает свой собственный рост. Поэтому, если даже старую малину выбросить, хорошо удобрить навозом, компостом, внести минеральное удобрение и посадить новую, там она расти уже не будет. Нужно хотя бы лет 5 на этом месте выращивать какие-то другие культуры. Ну и еще одна причина, не самая приятная, это вирусные заболевания. Карликовость малины. В этом случае кустики растут недоразвитыми. Листья подкручиваются, могут быть хлорозными. И с такой малины вы никогда не соберете урожай. Несмотря на обработки, несмотря на подкормки, ничего нельзя сделать. Вирусные заболевания не лечатся. В этом случае малину придется выкорчевать и сжечь. Ну, пожалуй, на этом все. Надеюсь, я помог с вами ответами, рекомендациями. Спасибо за внимание и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин